Серо-коричневые маленькие птички, звонко чирикующие повсеместно, знакомы каждому с детства. Воробей – птица, которую любой, даже далекий от знания фауны, человек узнает с первого взгляда. Однако и среди воробьев бывают разные виды. Скажем, в Рязанской области различают домового и полевого. У первого серая головка, у второго черные пятнышки на щечках, а головка коричневая. Между тем, стайки и тех, и других от года к году редеют. Есть несколько предположений, почему так происходит, но ни одно из них пока не доказано. Возможно, здесь влияет то, что сейчас очень сильно изменился способ застройки городов. Очень много домов имеют конструкции из каких-то плотных материалов, плит, пластиковые окна. И для воробьев исчезли привычные места для гнездования – ниши, какие-то укрытия, щели в стенах домов. Чтобы понять, насколько меняется численность воробьев, нужно проводить многолетние наблюдения на больших территориях. И помочь в этом ученым может абсолютно каждый. Акция «Всероссийская перепись воробьев» идет у нас всю неделю, с 20 по 26 марта. Для того, чтобы принять участие в ней, нужно найти все материалы о воробьях в нашей группе ВКонтакте. Это «Рязанский клуб птицы» или на всероссийском уровне в группе «Союза охраны птиц России». Там есть вся информация, как можно поучаствовать в этой акции. В конце марта воробушки разбиваются на пары и начинают гнездиться. Скоро они будут откладывать яйца и высиживать птенцов. А пока в общественных пространствах возле кустарников и прошлогодней травы можно наблюдать большие веселые стайки задорно-чирикающих птиц воробьев. Субтитры создавал DimaTorzok